сейчас об этом все будет короче я опять запустил запись так я уберу эту дурацкую картинку мне она не нравится и уберу свою ну камера пусть будет вот тут есть настройки настройки общие настройки стрима настройки вывода то есть какой кодека какой битрейт какие там всякие там аудио битрейт настройки звуков настройки видео опять же ну и ход кей то здесь можно настроить ход кей там стартануть запись остановить запись вот это вот все какие-то advanced вещи то есть нам нужно настроить в каком формате у нас будет выводиться запись то здесь есть два режима есть streaming вот тут старт стриминг и рекординг то есть я могу как стримить так и рекорд стримить ее в какой-то youtube щек или еще куда то то есть для записи указываю какой использую энкодер в данном случае у меня стоит софтворный x264 но если у вас есть хардварная поддержка можете поставить туда хардварный будет еще быстрее лучше и красивее сейчас он жрет мой процессор то есть он реально тормозит мою систему потому что использует софтворный кодек но он использует его на лету то есть она сразу кодируется я нажал стоп прошло там ну 5 30 секунд пока он это все закешит я могу это видео заливать на youtube сразу то есть она готова моментально там не надо ждать пока она там будет обрабатывать вот в этом прелесть этой херни и плюс она бесплатная вот так теперь давайте попробуем постримить то есть муж мамкины стримеры если мы хотим делать какой-то вебинарчик то есть приходит к нам из global logic а девочкой говорят давайте сделаем технический подкаст про что-то ты там будешь показывать свой красивый экран и красивым голосом что-то рассказывать ты такой не вопрос дайте мне пожалуйста дополнительную информацию для того чтобы запустить стрим например мы будем стримить в youtube здесь все сделано до безобразия просто так может я подключу здесь этот так у меня здесь есть network сейчас я попробую включить кабель короче я подключил сеть сейчас по идее должно что будет быстрее но здесь есть вот youtube щека такая пимпочка называется go live то есть вы в нее тыкаете тыкаете в нее сильно чтобы она нажилась а то бывает не нажимается да и открывается короче вот такая вот студия то есть вы создаете новый стрим то есть ему нужно сделать какой-то тайтл да я вам стыдно да и скрипт джейл дальше выбирайте доступ но я не хочу чтобы эта херня была в паблике а то сейчас кто-то зайдет на мой аккаунт случайно увидите что здесь происходит я его делаю а нлистык ну просто чтобы показать концепцию какой-то description тра-та-та здесь заполняю нужные поля выбираю нет это не для детей потому что если выбрать для детей то не будет показывать рекламку там всякие типа монетизации не будет но это неважно то есть нам оно сейчас я могу еще его заскидлить на которую какое-то время то есть когда он должен начаться он начнется сам и я нажимаю create stream то есть здесь все очень просто когда стрим у меня скреатился он говорит типа подключи streaming software чтобы я начал стримиться для того чтобы подключить здесь есть такой стрим кей то есть вы нажимаете copy он здесь закрыт потому что если вы скопировать этот кей и вставите у себя в bs вы будете стримить в мой аккаунт напрямую то есть вам от если это ну то есть если стрим будет происходить на официальном глобаловском канале вам нужно от них получить вот этот вот кей потом вы его скопировали вставляете вот здесь вот в сеттингах в разделе стрим вот сюда все мы выбрали здесь youtube то есть мы будем стримить на youtube здесь еще есть всякие twitch smash короче микс лиры фейсбуке бла-бла-бла то есть можно выбрать любую платформу да и перископ типа все что поддерживается мы выбрали youtube вставили этот секретный кей окей и здесь я нажимаю start streaming то есть я нажал start streaming и у меня сейчас так давайте еще музычку забабахал чтобы на фоне было прикольной музычки вот и здесь у меня он сейчас коннектится то есть стрим идет с некой задержкой на самом деле то есть вы наговариваете что-то она идет в youtube и потом через некоторое время он ее показывает я вот так сделал видео по появилась то есть у него сейчас есть превью того что у меня происходит и как только я готов я нажимаю go live я нажимаю go live она уходит в life я говорю так ребята а сегодня мы с вами поговорим о каких-то странных вещах странные вещи вот такие странные вещи вот такие бла-бла-бла делаю там свою вот эту вот всю штуку о которой я рассказывал показываю слайдики показываю код кликаю все она все идет youtube то есть если вы сейчас получите ссылочку но если вам ее пришлю то вы можете прямом эфире посмотреть и послушать все что я вам говорю вот допустим я там все рассказал мне уже надоело я готов это все дело закончить первым делом не надо застопать стрим в ю тубе то есть назад здесь and stream чтобы он закончился вот я говорю ребята пока все до свидания и он заканчивается потом здесь я стопаю стрим при этом видите у меня рекординг все еще идет то есть у меня и стриме рекординг идет параллельно так давайте наконец отключу эту камеру все камеру отключил итак у меня стрим произошел дан и теперь я хочу его посмотреть где-то он когда мы записывали меня здесь был вот этот вот стриме там была плашечка life что он идет сейчас он по идее уже закончился так у меня тут остался предыдущий стрим так это не то не не он по идее он уже загрузился какое-то время ему надо не чаялся то те черного на которые я подписан блин тут где-то должен быть вот этот вот список моих видосик я просто не помню где он есть вот нет по идее вот тут должен быть по-любому а вот youtube студия короче это видео которое вы после стрима у вас создалась вы можете его еще редактировать то есть на ю тубе есть специально вот это вот студия которая позволяет вам выбирать видосики и что-то с ним еще делать так что это такое вот видео вот вот наш демо стрим тот который мы записали так сейчас я тут застопаю вот есть мой видосик меня но я же его недолго записывал я стримал там о каких-то странных вещах странные вещи такие странные вещи такие сейчас он его обрабатывает качество пока такое себе штуку которой я раз но видно то же самое что и на записи то есть там есть я там не знаю все она все идет youtube то есть если вы сейчас получите ссылочку но если вам не пришлю то вы можете прям в эфире посмотреть и послушать все что я вам говорю да и как я каждая даже все рассказал мне уже надоело я готова это все дело закончить первым делом не надо застопать в ю тубе то есть назад чтобы он закончил вот я говорю ребята вот естественно чтобы это делать красиво надо два монитора то есть на одном мониторе у вас вся фигня на втором мониторе вы снимаете оба эскай вот этот вот изображение то есть если у меня несколько мониторов я могу настроить какого монитора мне оба будет снимать изображение вот и в итоге если все хорошо у вас получилось то у вас из этого из из вот этого вот еще раз чтобы просто прониклись вот можно получить что-то типа вот такого то есть это записанный мной уже вебинарщик в глобале с помощью без выглядит очень клево звук нормальное изображение нормально и причем она сразу валит youtube там можно смотреть еще комменты в реал тайме ну и все такое прочее затраты на это все прям только микрофон вот потому что все остальное уже здесь есть ну да естественно тут еще надо вебку ну потому что камера которая здесь это говнище ты не можешь с ней ничего сделать а если отдельная вебка ты на треногу поставил повернул и она у тебя уже есть вот здесь упирается на самом деле в звук то есть самое сложное в этой всей штуке это именно звук потому что от этого зависит очень многое то есть если картинку мы пишем с экрана и она ну там сама по себе красивая если вы написали красивые слайды там и все такое то звук он важен поэтому как он формируется то есть сначала у нас микрофон то есть этот тот девайс который собственно превращает звуковые колебания воздуха в какие-то электрические сигналы и их записывает потом у нас есть интерфейс вот этого микрофона которым он подключается куда-то то есть мы можем его включить как напрямую в ноутбук так и вот в такую вот девайсину который у меня есть которая более качественно это все запишет ну и потом какие-то процессинг то есть звук надо как-то обработать вот сейчас мы об этом немножко подробнее поговорим то есть сам по себе на самом-то деле вы можете не использовать это специальные микрофона использовать микрофон который находится в ноутбуке либо микрофон который находится в вашей веб-камере вот обычно в камеры они для для того и предназначены чтобы общаться с ними там по skype еще почему то то есть там есть два микрофона они делают какой-то базовый noise cancellation то есть если у вас какие-то шумы они эти шумы вычленяют и как-то подавляют но она не всегда правильно работает и плюс штука в чем что когда вы находитесь вот этого микрофона далеко есть такой proximity эффект сейчас я вам покажу здесь вы его не услышите но на видео услышать если буду говорить вот так звук будет худенький но если я буду приближаться и говорить практически в него то звук будет вообще шикардос то есть чем дальше вы от микрофона тем во первых он больше ловит посторонних звуков вот этих вот отражение от комнаты всяких там шумов с улицы и тем тоньше получается этот звук то есть для того чтобы записать качественно нужно все-таки микрофон нормальный либо петличку либо какой-то вот такой вот который можно очень близко поговорить либо специальные другие микрофоны и вот тут вы конечно попадаете в полный капец потому что это все стоит денег можно найти бюджетные варианты а можно разориться там на несколько тысяч долларов и это никогда не закончится то есть это как с гитарами ты их все время покупаешь покупаешь потом примочки потом усилки потом такой опа и все там весь в кредитах не знаешь что делать короче микрофона на самом деле есть очень много ну как много разных моделей много а типов микрофонов их не очень много то есть основные это ну самые две больших класса это конденсаторные динамические есть еще всякие ленточные угольные электретные прочее прочее но вот это два базовых типа то есть конденсаторные они обычно выглядят вот как-то вот так они работают по очень простому принципу то есть все знают чтобы конденсатор с физики то есть это две каких-то проводящих пластины между которыми есть диэлектрик они там очень близко друг другом то есть между ними возможно накопление электрического заряда если им подать потенциал на обкладке соответственно в таких микрофонах есть мембрана которая улавливает звук то есть вы говорите воздух трясется волны походят мембрану и нам тоже начинает вибрировать она соединена с одной обкладкой конденсатора то есть мембрана вибрирует и этот конденсатор тоже выберу то есть на него подается напряжение там возникает разница потенциалов и когда он вибрирует то емкость этого конденсатора изменяется то есть на становится то больше то меньше и соответственно в линию идет вот это вот измененный короче сигнал то есть идет волна звуковая которая уже электрическая эти микрофоны дают очень качественный звук они используются в студиях там для записи всяких одели и прочих голосистых певцов вот но у них есть ряд недостатков ну как недостатков это так таки если не за к первых у них очень большая мембрана и они ловят звук со всех сторон ну точнее типа спереди мембраны и сзади мембраны но они очень чувствительные ловят там ну очень издалека то есть где-то там мушка какая-то села прожужжала микрофон это может поймать во вторых поскольку они очень чувствительные большая мембрана то есть если говорить прямо в них они начинают захлебываться там получат такие вот звуки поэтому для них используют такие вот поп-фильтры то есть вот такая вот матерчистая штука которая этот поток воздуха немножко осаживает и эти всякие взрывные pf туда не пролетают вот и плюс для таких микрофонов нужно внешнее питание то есть в них подключается 48 вольт для того чтобы конденсатор зарядился и она все работало иначе они работать не будут но ну и плюс они очень дорогие то есть самые дешевые из конденсаторных микрофонов все равно будут дороже самых таких среднего ценового диапазона динамически динамически это обычные микрофоны то есть у них есть мембрана на нее накручена катушечка катушечка помещена в магнитное поле и когда она колебается там в катушке наводится ds и это уже короче готовы электрический сигнал и он уходит куда-то там вот таким микрофоном не нужно питание дополнительно потому что они генерят электричество но условно говоря сами вот но и а там батарейка есть если он радио микрофон и в нем внутри передатчик но обычно это просто короче как как динамик только наоборот динамик излучает звука этот его типа превращает в электричество недостаток таких микрофонов в том что они очень низко чувствительные наоборот то есть если конденсатор на высокой чувствительны ты можешь стоять за километр он будет тебя слышать то этим надо говорить прямо вот сюда чтобы кто-то что-то услышал вот соответственно им нужно обычно еще дополнительно усиление то есть его просто так втыкнуть сюда не получится если тем нужно дополнительно питание туда втыкнуть этим нужно еще специальную коробочку которая будет усиливать этот этот сигнал вот но большой плюс их в том что поскольку они ловят звук только если говорить непосредственно них то все что происходит в комнате все эхо всю эту фигню она не ловит то есть там нет фидбэка если бы сейчас включил конденсаторный микрофон ну то я бы получил ну как бы он ловит звук оттуда попадает сюда получается петля и все такое прочее динамическом такой штуки нет то есть отсюда говорю он очень низко чувствительный только когда в него прям орать будет звук если у него не орать звука не будет и поэтому для конденсаторных микрофонов когда вы записываете в них вам нужна комната специально должна быть оборудована комната всякими там звукопогладительными панелями вот с ковролином везде со шторками на окнах чтобы не было отражений это все очень дорого и так ну но если это сделано то там можно писать прям радио передачи озвучивать фильмы все все шикарно в динамическом микрофона надо говорить прямо в них там комната такое себе то есть хорошо когда она есть но если нет то тоже неплохо но есть еще такие вот раритетные ленточные микрофоны они капитально дорогие они раньше использовались на всяких студиях а радио там и телевещание вот если помните программу время в советское время там сидела два диктора мужчина и женщина они говорили вот такие микрофоны и у них был такой специфический какой-то такой басовитый ракочущий звук то есть они дают очень клёвый звук для голоса и для всяких инструментов типа трубы там вот этих вот духовых то есть для записи духовых и ленточные микрофоны просто шикарные вот но они тоже они капец дорогие и для них там нужно еще тоже усилители всякие вот это вот корректоры такое в обычной практике что нам больше всего реально подойдет это вот обычный динамический микрофон но опять же они тоже бывают разные не бывают разные типы подключений то есть микрофоны бывают балансные когда есть такие 33 короче до штриха либо три дырки в микрофоне то есть такой коннектор называется xl он балансный потому то есть он называется балансным потому что у него сигнал идет по двум проводам один провод земля а в другом по двум другим идет сигнал в противофазе короче идет одна и та же самая волна только в противофазе когда она идет по проводу на нее действует конечно всякие наводочки на наводочки действует одинаково и потом в конце когда сигнал доходит до там какого-то усилителя эти два противофаза разворачивается и тот сигнал который то есть сигнал который полезный остается а наводки все удаляются потому что если мы противофазные сигналы свернем то за счет интерференции там сложение короче пиков она ведет в ноль то есть такой тип подключения позволяет подключать микрофоны очень длинными кабелями там где короче не знаю какой-то чувак на сцене поет а звукач сидит там в конце зала и он по балансному кабелю идет звук вот они требуют дополнительного оборудования то есть просто так такой кабель втыкнуть ноутбук никак не получится то есть нужно вот такая вот херня где есть где где есть специальный вход куда можно это засунуть включение это не баланс на это обычный джек который в принципе можно втыкнуть в ноутбук но если он маленький не такой большой как этот минусы этого подключения в том что там сигнал идет все под по ну то есть земля и сигнал и все наводки которые где-то там все электрические поля которые летают вокруг они в него наводятся то есть он шумит и чем длиннее у вас кабель тем больше у вас этого шума вот и учитывая то что сигнал ну то есть обычно все конденсаторы микрофона не подключается по балансному кабелю потому что им нужно еще дополнительно питание то есть и он на одну из ножек завозит фантомное питание для него а динамически можно подключать и таким способом вот но штука в том что динамическим микрофон подключенной небалансным кабелем в усилитель собирающий все наводки то есть чтобы вас хоть как-то было слышно вам нужно выкрутить звук когда вы его выкручиваете у вас усиливается не только то что вы говорите но и все шумы которые попали в этот кабель которые и существуют вашем тракте там в ноутбуке везде короче но все дико шумит то есть даже записывая на внешний микрофон даже вот на петлеечку если сидеть в наушниках вы услышите этот шум он может быть тихий может быть громкий но он там есть вот как с ним бороться чуть дальше следующий тип подключения это обычный usb то есть это тупо микрофон внутри которого уже зашита вот эта вот коробочка которая превращает аналоговый сигнал цифровой то есть там есть уже до аналога цифровой преобразователь обычно он очень херового качества и когда вы включаете ну но это не требует никаких усилий то есть взяли такой микрофон втыкнули туда и у вас уже звук лучше чем из микрофона здесь но тем не менее он все равно будет шумный он будет шуметь шипеть там как-то так но с этим уже можно работать вот тип подключения на самом деле не очень то зависит от типа микрофона то есть вас мог может быть конденсаторный микрофон который подключается с помощью избе кабеля да может быть и гарнитура то есть я сейчас расскажу как можно самым дешевым способом обойтись и сделать все красиво то есть это я сейчас просто притащил петличку и вот этот вот focus right короче цифровой интерфейс по понтоваться типа обычно я записываю в тупо в гарнитуру то есть я вешаю гарнитуру на шею причем usb гнуки потом какая-то там короче из бишь на беспроводная я хожу по сцене говорю в нее и получается все нормально почему получается нормально сейчас я покажу вот собственно это про подключение и дальше нам нужно как-то этот сигнал обработать по взрослому это делается то есть обработка сигнала может быть до того как она идет в запись или после то есть при обработкой пост обработка обычно если вы вещаете на ну типа прямой эфир либо пишите какие-то вебинары у вас нет никакой возможности обработать звук потом то есть вы его записываете и он сразу уходит в эфир поэтому вам нужно купить много всяких железяк самое важное важное из этих железяк это компрессор но из гейт и вот этот вот цифра аналоговый интерфейс то есть компрессор этот такой прибор который условно говоря компрессирует динамический диапазон динамический диапазон звука это разница между самым громким и самим тихим звуком то есть вы можете орать у вас будет высокий пик или можете говорить шепотом вас будет ну очень там около нуля то есть вот это вот та разница называется динамический диапазон компрессор его сужает то есть он разницу между самым громким и самым тихим звуком делает меньше и работает он следующим образом то есть он там есть определенные параметры настройки и сейчас я вам покажу как это делается там есть уровень типа как это compression ratio соотношение компрессии то есть в сколько раз вы будете компрессировать сигнал то есть если вы там ставите 1 4 то вы будете сигнал компенсировать четыре раза то есть четыре раза уменьшать пик а там правда логарифмическая шкала и этих четыре раза они не выглядят как четыре раза линейных ну это такое же нюансы то есть 1 10 то есть вы в 10 раз будете уменьшать потом вы задаете порог с которого начинается уменьшение и все что выше этого порога будет компрессироваться что это нам дает то есть это очень очень важный прибор он дает нам то что как как то есть когда вас звук идет без него вы например говорите шепотом и люди вас не слышат им нужно выкрутить громкость чтобы вас услышать потом вдруг кашлянули начали там что-то орать и у них там они короче звук типа цель до кровища с ушей типа глаза вылезли нефигели когда у вас есть компрессор вот эти вот всплески они на том же самом уровне громкости остаются как и ваш обычный голос это позволяет не крутить постоянно громкость как идиот просто слушать и наслаждаться тем что вы слушаете вот то есть компрессор обязательная штука но из гейт соответственно понятно это гейт который отрезает шумы но есть разные типы но здесь есть просто короче гейт который в тупую отрезает шум который выше какого-то заданного уровня то есть если у нас там есть условный 0 а шум там на 3 децибела выше нуля мы типа его подключим и все что ниже 3 децибел тупо блокируется это такой жесткий но из гейт но когда вы начинаете говорить вашим обычным голосом сигнал сразу растет гейт открывается и звук идет в паузах шума не слышно вообще то всего нет да слышно только когда вы говорите есть более умные но из гейты которые работают по принципу компрессора только наоборот то есть они компрессируют сигнал не сверху а снизу то есть если он ниже какого-то уровня и вот шук типа и делают его тише они работают мягче то есть там нет таких жестких всплесков но собственно они сложнее вот то есть это это может быть как железные девайсы так и софтверные вот если вы типа там хотите заниматься каким-то подкастингом либо еще что то вам лучше купить железный девайс потом соответственно этот весь то есть преамп это предусилитель но у вас звук с микрофона он тихий его надо как-то усилить есть предусилители всякие там транзисторные ламповые которые добавляют saturation да есть аудасити аудасити нужна для пост обработки то есть ты не можешь в аудасити сделать звук который идет ну как как она работает систем она и не аудасити сейчас я тебе покажу аудасити аудасити это бесплатная тула для редактирования звука то есть туда ты загружаешь уже готовый звук какой-то не знаю не нет там там ничего нет то есть я могу сейчас поставить записывать вот я сейчас записываю свой голос тра-та-та-та-та-та вот он у меня записывается там с перегрузками со всей хернёй с шумами со всякой штукой вот я его поставил на паузу и теперь могу проиграть сейчас поставить записывать я сейчас записываю свой голос тра-та-та-та-та-та вот он мне записывается перегруз вот теперь я могу здесь применить определенные фильтры то есть я беру эффект и выбирают компрессор я хочу скомпрессировать этот звук то есть я здесь поставлю какой-то там уровень компрессии мега мега большой какой-то там inspection типа от фонаря какую-то фигню сделаю нажму и ведь его он изменил изменился он сейчас поставить сразу я сейчас записываю свой голос тра-та-та-та-та-та стал очень громким потому что я эти крутилки от фонаря крутил, надо с умом это все делать я могу здесь например поставить что? могу поставить ревербератор сейчас поставить записывать я сейчас записываю свой голос рота-та-та-та-та-та-та-та-та вот он меня запит можно можно дисторшен можно сделать дисторшен наоборот добавить шумы они не тут чтобы убрать шум и здесь есть noise гей точнее noise reduction вот noise reduction эта штука которая убирает ность но для него чтобы он сработал там нужно немножко тишины сейчас вот эти я пока не говорю ничего а здесь уже есть шум то есть его даже видно здесь на картинке так как до какой-то шум есть его слышно здесь не слышно конечно вот видите я пока не говорю ничего а здесь уже есть шум но он сама даже если смотреть по видите по индикатору он показывает что-то ответе я пока не говорю ничего а это слышно в наушниках на динамиках не слышно но я могу сделать какую штуку я могу взять и выделить кусочек этого шума зайти сюда в эффекты выбрать здесь noise reduction нажать кнопочку получить профиль шума то есть он его анализирует и потом при втором применении то есть он уже его проанализировал я делаю noise reduction говорю окей и он мне этот шум убрал что его нет но это опять же работает не вот видите я пока не говорю ничего а здесь уже есть шум а тут его даже вот то есть но это пост обработка то есть после того как вы записали это хороший вариант он доступен он есть но когда вы пишете звук в реал тайме что-то делаешь да 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 теперь смотри давай я сначала закончу про железное то есть нам нужен предусилитель который усилит ваш сигнал потом втыкнуть этот усилий сигнал в компрессор в noise gate и в цифровой интерфейс который потом его заведет компьютер здесь вы сможете достичь хорошего качества звука прямо из коробки то есть вы его подключили говорите в него все хорошо что делать когда у вас этих всех девайсов нет опять же у нас есть оба оба с чем хорош тем что он позволяет например у нас вот этот есть наш канал где мы пишем звук если мы кликнем здесь настройки тут есть фильтры и я могу сюда добавлять фильтры то есть я могу сюда добавить есть такие штуки как и в ст плагины то есть это стандарт в там в индустрии обработки звука то есть там навиде там должны люди шарить то есть это плагинчик который позволяет каким-то образом звук обрабатывать то есть я могу сюда подключить готовые взрослые в ст плагины и в них что-то настраивать есть очень много всяких цифровых компрессоров цифровых но из гейтов цифровых каких-то мульт шайзеров есть даже специальный плагин по-моему ознон изотоп называется который вы так нажали кнопочку ну условно сделать заебись и звук стал прям шикарный это можно сюда подключить но даже если у вас этих плагинов нет здесь есть встроенный компрессор gain noise gate и noise suppression но надо дополнительно поставить плагины в вашу систему то есть они очень платные ну либо root tracker либо очень платные плагины но хорошо то что здесь они встроены то есть вот сейчас у меня есть здесь компрессор и noise suppression то есть компрессор компрессирует мои кашли дурацкие а noise suppression убирает звук то есть я сейчас отключу эти штуки то на записи вы должны услышать что звук стал немножко другой то есть там появился некий шум появились всякие там перегрузы перепады тратата если его включу обратно все по идее должно стать лучше я не уверен как это происходит надо слушать в наушниках возможно с этим микрофоном и не так заметно будет но с тем микрофоном который у меня гарнитура который я вешаю на шею там прям разница колоссальная то есть там сразу видно что шум прошу пропал появилась какая-то там не скажу прозрачности кристальности на что-то появилось вот noise suppression это фильтр который работает по типу вот этого вот как в audacity то есть когда он анализирует профиль шума на лету и пытается его выделить из сигнала а есть еще просто тупой но из но из гейта которым я говорил который просто удаляет что-то то выше который я здесь скажу он может у него есть и типа треш-холд на открытие на закрытие ну и всякие вот типа времена как как она срабатывает но эта штука не удаляет шум то есть если вы говорите и вы затихли то шума не будет но как только вы начнете говорить у вас шум от ну он же никуда не делся он в сигнале присутствует он будет слышать все равно через наш голос она супа шумом попытается его удалить везде то есть он просто берет этот шумит как-то из всего сигнала удаляет опять же с хорошими наушниками на слух слышно что этот плагин работать не идеально то есть он добавляет какие-то артефакты ну типа как если вы компрессируете картинку джипега у вас появляется какие-то квадратики точно также и в звуке появляются какие-то левые короче частотки там что-то проглатывается не всем это приятно слышать иногда приятно просто без обработки вот но она здесь есть и она здесь работает из коробки если же вы фанат всяких там музыкальных приложений и у вас есть миллиард плагинов вы можете взять этот плагин подключить но правда у меня здесь ничего не установлено если бы у меня здесь были плагинчики в системе он бы подтянул их здесь можно там всякие все что угодно начиная от обработок всяких там эхо реверберации может и есть не знаю но но видишь здесь они добавили только то что нужно нет смотри есть есть бесплатные плагины ты входишь там там free в ст плагин и ты находишь там фишной в стешные плагины например вот типа топ 200 лучших в ст плагинов всех времен и народов и здесь что у нас есть здесь у нас есть вот много всего есть синтезаторы ну типа чтобы генерировать звук но нам нужна обработка на самом деле синтезаторы какие-то короче тут какие-то да да ну в общем для того чтобы ну типа дешево стримить достаточно того что здесь есть вот больше ничего вам скорее всего не понадобится да конечно abs работает под linux под mac под все что угодно ну вот ты заходишь на об с более того ютубчике миллиард гайдов как с ним стримить вот есть windows mac os linux работает она шикарно что там что там что там плюс можно включить темную тему если вы фанаты темных тем я что-то не фанат вот ну короче вариантов использования очень много не 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 это но это open source наверное кто-то туда контрибьютирую из украины ях и за вот ну и как бы на этом все про тулов что я вам хочу посоветовать то есть есть я не стал пересказывать это вот статейку посмотрите ее сами это гайд про то как нужно готовиться к конференциям к выступлению здесь очень-очень много полезной информации то есть тут прям знаешь такая вики статья начиная того что вы решили выступить но не делайте этого и заканчивать тем как там подключать этот что проверять куда смотреть короче в общем очень 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 полезно ее писал не я я ее когда-то давным давно где-то нашел но уже после того как типа там пару раз ну по выступал и здесь гарантированно очень много полезной информации то здесь его реально много с него можно сделать еще отдельную лекцию но я не стал вот и тут самая такая вот картиночка которая резюмирует все как обычно это проходит как вы планируете видите и как она на самом деле потому что она действительно так бывает вот когда допустим у нас сегодня начало должно быть было быть ровно в 13 00 но по факту кто-то не пришел кто-то не дошел хорошо что у меня все подключилась быстро если бы я пришел ровно в 13 и начал все подключать мы еще там потратили пару минут потом конце куда-то спешили потом что-то там тра-та-та-та-та-та-та в общем надо к этому готовиться когда вы подготовлены у вас все идет очень хорошо и да 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 и ощущение от того что вы рассказываете людям и у вас хорошие и у людей вот на этом все я тут запись остановлю